Выращивание гладиолусов в открытом грунте Некоторое время назад спрос на гладиолусы существенно возрастал к началу учебного года. К этому времени цены на цветы резко росли и достаточно легкие в содержании цветок покупали по цене, сравнимой с ценой на тюльпаны, с доставкой из Голландии. Поэтому многие садоводы задались целью научиться выращивать эти неприхотливые цветы в домашних условиях. Как выращивать гладиолусы на даче? Выращивание гладиолусов в открытом грунте не составит большого труда даже для новичка. Они не требуют особого ухода. Все же существуют некоторые секреты, зная которые, даже новичок в области цветоводства сможет благополучно вырастить эту агрокультуру. У себя на садовом участке, а иногда даже в домашних условиях. При выборе луковиц для посадки следует знать, что размер клубни не влияет на всхожесть, высоту и красоту цветка. По характеристикам всхожести рекомендуется выбирать молодые луковицы. Определить возраст можно по высоте и по величине донца. Молодая луковица имеет более вытянутую форму и небольшой размер донца. При сравнении луковиц между собой нужно обращать внимание на то, чтобы они были одного и того же сорта, так как посадочный материал разных разновидностей шпажников очень отличается по размерам. Гладиолусы для шпажников рекомендуется менять ежегодно место посадки. Нежелательно вносить в землю свежие органические подкормки, это может пожечь клубни. Для того, чтобы длительное время радовать себя яркими цветами, можно высаживать гладиолусы в несколько этапов с промежутком в 10 дней. Также следует обращать внимание на посаженный сорт. Некоторые сорта могут начать цвести уже в начале июля. Сорта шпажников для открытого грунта Агротехника гладиолусов в открытом грунте очень обширна на сегодняшний день. Учитывая то, что очень долгое время это растение считалось сорной травой и убиралось с участков, сейчас эти цветы будут радовать все большим разнообразием сортов. Селекционеры ежегодно выводят декоративные сорта из дикорастущих шпажников. Кстати, они используют семя растения, чтобы вывести новые сорта. Во всех остальных случаях размножать агрокультур клубнями более приемлемо. Самыми распространенными разновидностями для открытого грунта среди цветоводов считаются такие сорта. Блюберт Цветы насыщенного Фиолетового цвета со светло-розовой сердцевиной Контраст Желтые цветы с малиновой сердцевиной Арина Высокорослый шпажник с темно-фиолетовой сердцевиной и малиновыми лепестками Бель-де-нуи Шикарные цветы с бархатной текстурой Бордовый цвет разных оттенков поражает своей красотой Дочь Настасии Отличается яркими малиновыми цветами с неровными, гофрированными лепестками Приглашение От середины цветка до его края Цвет переходит от розового к ярко-малиновому Вамп Очень нежные бело-розовые расцветки Букако Отличается необычным коричневым цветом Комет Огненного краса Нежный переход от оранжевого к огненно-красному Не оставит без внимания никого Выращивание гладиолусов из луковицы на даче Как вырастить гладиолусы из луковицы на даче Можно узнать из описания ниже Для того, чтобы они успешно зацвели на дачном участке Сперва следует приобрести клубни Шпажники Светолюбивые растения Поэтому при выборе места требует учитывать освещение Особенно, если цветы сажаются в северных регионах России Таких как Урау или Сибирь В южной полосе допускается полутень Растения должны расти в местах, защищенных от ветров и сквозняков При выращивании шпажников рекомендуется следить за тем, чтобы не было застоя воды При посадке нужно разбавлять грунт песком в соотношении 1-1 Шпажники возделывания земли перед посадкой являются важным этапом для правильного разведения этих растений Оно может защитить клубные растения от процессов гниения Грунт должен быть рыхлой, средней или нейтральной кислотности Если кислотность почвы повышенная, ее следует смешать с содой На разных территориях время посадки, соответственно, разное Поэтому точных временных промежутков не существует Высаживать клубни в открытый грунт следует тогда, когда земля прогреется до 8 градусов свыше 0 градусов Гладиолусы в уличных горшках Для выращивания гладиолусов в горшках нужно выбирать клубни, которые отличаются размерами в ширину, а не в длину Шпажникам в горшках должно быть комфортно Поэтому емкости для посадки следует выбирать просторные около 40 см высотой и 30 см восточной долготеаметре На самое дно горшка должен выкладываться дренаж, который может состоять из керамзита или пенопласта Он может выводить лишнюю воду, которая губительна для луковиц растения Сверху дренажа сыпется основной почвенный состав Он должен быть рыхлой структурой питательным В специализированных магазинах можно приобрести специальный грунт для гладиолусов Выращивание гладиолусов в горшке Для посадки этой агрокультуры в горшке необходимо выбирать низкорослые сорта Перед тем, как положить клубень в землю, его следует осмотреть на предмет гнили, пятен и других болезней Сажать рекомендуется только здоровые лукавицы Гладиолусы в горшечке на улице могут выращиваться с середины марта по конец мая Гладиолусы в кашпо Существует масса вариантов идей, как выращивать гладиолусы Одним из способов считается посадка шпажников в кашпо Гладиолусы в кашпо – это отличный вариант для любителей цветов при отсутствии преусадебного, дачного участка или теплицы Это оптимальное решение для разведения цветов дома Для этого способа следует выбрать сорта, которые не вырастают выше 60 см Как и горшки, для гладиолусов такая емкость, как кашпо, должна иметь качественные дренажные отверстия, дабы излишек влаги не застаивался в закрытом грунте Оптимальным размером луковица считается четвертых сантиметровый, с размером донца, не превышающим 8 мм Луковицы должны быть гладкие на ощупь, однородной структуры, без признаков гнили и без видимых повреждений Луковицы гладиолуса перед посадкой рекомендуется обработать клубни слабым раствором марганцовки или фунгицидами Далее луковицы можно оставить на некоторое время в любом стимулятории роста На днище кашпо нужно выложить хороший слой дренажа, который может состоять из промытой щебенки Слой дренажа должен быть не менее 3 см Следом насыпается грунт, который обязательно должен быть рыхлым и влагоемким Обработанные клубни шпажников заглубляются в слой почвы на 12 см Если в кашпо садится не одна луковица, расстояние между лунками должно быть не менее 7 см Уход за гладиолусами в открытом грунте Уход за шпажниками не таит в себе особенных трудностей Но минимальные усилия все же стоит приложить для того, чтобы растение порадовало буйным цветением При достижении ростка 10 см высоты его следует укрыть мульчей, которая может состоять из перегная Гладиолусы требуют еженедельного полива На квадратный метр рекомендуется расходовать не более ведра воды, чтобы не переусердствовать с влагой Желательно, чтобы вода попадала исключительно на верхний слой почвы и не задевала листья После полива почвы рыхлится Полив гладиолусов обязательно нужно смотреть за тем, не пришла ли пора подвязывать растение Изредка, когда гладиолусы выпускают много цветов, ровный стебель нуждается в опоре За период роста гладиолуса нуждается в третьих разовой подкормке Срезать растение рекомендуется или рано утром или поздним вечером Выращивание гладиолусов в Подмосковье и Сибири В Подмосковье принято высаживать шпажники в середине весны В это время почва уже достаточно прогрета, а угроза ночных заморозков миновала В Сибири и на Урале посадка происходит на три недели позже, чем в Подмосковье, так как климат холоднее При посадке на любой территории следует следить за поливом растений Осуществлять его рекомендуется не менее одного раза в неделю Время формирования бутонов в этих регионах совпадает с частыми дождями, поэтому полив на какое-то время можно прекратить, а почву Залить раствором марганцовки, для того чтобы луковицы не сгнили из-за повышенного содержания влаги Луковицы и деток выкапывают с наступлением первых морозов 0.0 в от артикле ратинг